Ключевое событие декабря месяца это убийство Григория Распутина. План будет такой клипа. Говорим про самого Распутина, потом смысл его травли и собственно убийство Распутина, его обстоятельства и последствия. Объективно, что мы имеем о Распутине, это сибирский мужик, он челдон по национальности, не совсем он русский, то есть спорный вопрос, являются ли сибирские старожилы вообще русскими, или это отдельный народ. На момент смерти ему 47 лет было, когда впервые попал в столицу, его даже плохо понимали, потому что он на сибирском диалекте говорил, к концу 16-го года выучил он литературный язык более-менее, в основном говорил по-русски, но отдельные слова сибирский вставлял, в проповедях и в книгах даже есть. В качестве гуру стал популярен в 4-м году и в разгар революции 1 ноября 1905 года был представлен царю. Ну, про то, что он лечил гемофилию принцу Алексею непонятно, царица считала, что лечил, этого достаточно было, какими-то методами психотерапии и гемофилии, конечно, не лечится, что там было, не знаю, может быть, он его успокаивал, потому что известно, что они под конец его там лечили в кавычках морфием, то есть там еще болевой синдром был, болевой синдром может он психотерапией, внушением успокоить, но, конечно, не само по себе гемофилию, не кровотечение. Против Распутина велись обвинения в том, что он организует секту, надо сказать, что вот травлю Распутина начала РПЦ, а не либералы. Они собирали данные, что он якобы образует секту типа хлыстов или сам он хлыст. Эта доктрина была в царской России запрещена, хотя ничего опасного в их вероучении не представляло. Ну, православную церковь отрицали от качества конкурентов РПЦ, их преследовали. Поскольку Распутин был популярен в высшем обществе, он отбивал хлеб у попов, у других, и, следовательно, все вот это следствие, сети обвинений, это просто могло быть подлянкой со стороны конкурентов, чтобы подставить перед царем. Весомых доказательств никаких нет, ни что Распутин хлыстовец, ни что он вот развратом занимался, как во всех фильмах рисуют домыслы, то есть никакое даже следствие царское ничего такого не установило. Ну, по ресторанам, возможно, пьянство, возможно, его специально поили и провоцировали на скандалы, чтобы дискредитировать царя. В 12-м году официально было закрыто дело о хлыстовстве Распутина, то есть официальная РПЦ признала Распутина своим. И это важно, потому что те, кто его критиковали, не считали его сектантом, а считали именно представителем РПЦ. Степень влияния Распутина на царскую семью непонятна. Считается, что императрица в письмах часто какого-то друга упоминает, но не доказано, Распутина это или нет. Может быть, это какие-то ссылки, не знаю, на масонские ложи, на что угодно. Безусловно, он общался с императором, но, видимо, царь его советов не слушал, потому что Распутин был постоянно против всяких войн. В частности, он был против вступления России в Первую мировую войну, постоянно выступал за мир с немцами. Явно царь это все игнорировал, потому что царь активно участвовал в Первой мировой войне и хотел победы России. За антивоенную пропаганду Распутина ненавидели спонсора кадетов, то есть русский бизнес, потому что русский бизнес собирался с немцами воевать до победы. Они и так под эту марку вытеснили немецкий бизнес из России, собирались еще после победы расширить свои предприятия, присоединить там новые территории, открыть свою лавочку на Босфоре и Дарданеллах. Так что Распутин их не устраивал и вот в этом плане, потому что они были за войну, а он был против. Примерно с 2010 года подключается либеральная общественность к травле Распутина. Распространяли слухи, брошюры, писали статьи, обвиняли, как и Попы, они его обвиняли в разврате и сектанстве. Сейчас нельзя разобраться, что тут правда, что нет, потому что это действительно травля, это писали враги. Вероятно, они что-то преувеличили, может быть, за что-то они могли зацепиться, сейчас уже не разберешь, поэтому мы говорить не будем, и эту всю тухлую попсовую линию давить мы тоже не будем. Неизвестно, кто занимался ли Распутин развратом, был ли он сектантом, непонятно. Если был сектантом, мне лично все равно, потому что я за свободу взглядов. К 16-му году уже травли Распутина активно идется, причем у демократической оппозиции, которую ее к тому времени уже в основном ведет, цели было две. Первое – это дискредитация царской семьи скандалами, что там какой-то близкий к семье скандальный человек имеется, и дискредитация церкви и религий таковой. Вот второй момент часто упускают. Дело в том, что на тот момент как образованные общества, так и деловые круги России, они не верят ни в Бога, ни в черта. Среди интеллигенций популярны позитивизм и марксизм. Марксизм – это атеизм, позитивизм – это философия науки, то есть они считают, что наука не доказала, того нет. Соответственно, вот такую позицию они считают умной, а веру в разных шаманов типа Распутина – глупостью. То есть по тексту какой-то всей травли. Царица – дура, верит в религию, ее управляет какой-то мужик, мошенник какой-то безграмотный, да? Нами правят идиоты. Церковь была официальным институтом, любая критика церкви была законодательно запрещена, то есть что-то типа КПСС при коммунистах. Это не как сейчас, потому что тогда было уголовным преступлением вообще критиковать догматы РПЦ, чем у нас сейчас в блогах постоянно все занимаются, естественно. Такая ситуация у образованных людей вызывала протест, потому что им что-то навязывали. И фигура вот такого шарлатана у трона, как они считали, это все дополняет, вызывает еще больше раздражения. Распутин для них не был сектантом, а он был именно критисенцией православия. То есть наезжая на Распутина, они наезжают на церковь. Это второй смысл травли. Вот на картинке видно, что на самом деле, который якобы на Распутину, на самом деле это критика церкви. То, что издеваются над какими-то церковными амодокафистами, над какими-то церковными обрядами и так далее. Потому что это для нас Распутин какой-то такой странный мужик, какой-то фрик, да? Такой ненормальный, из американских фильмов. А для них это представитель церкви, представитель официальной структуры. То есть одна официальная структура церковь, при другой официальной структуре, которую они еще больше ненавидят при царе. Естественно, они будут главной мишенью критики либералов. Убили Распутина на высшем уровне депутат Пуришкевич Черносотинец, то есть это депутат от правительственной партии. Представители царской семьи Юсупов Дмитрий Романов. И в данном случае британская разведка, влияние которой на события преувеличивает, постоянно таки отметилась там британская разведка, потому что участвовал Освальд Трейнер, представитель британской разведки. Но непонятно, он в качестве личного знакомого всей этой команды участвовал ли там он по заданию Англии, непонятно. Ну участвовал было такое. Вся эта команда, которая убила Распутина, потом всякие фантастические истории рассказывала. Я не буду их пересказывать, потому что они друг другу противоречат, и люди явно отмазываются. Какие-то сказки про то, что они его там убить не могли, отравить не могли. Достоверно, что Распутина обнаружили мертвым в Неве с тремя огнестрельными ранениями. Императрица потом требовала расстрела убийц, они были родственниками царя, их всего лишь выслали из столицы. Основной эффект этой истории не в том, что Распутина убрали, потому что, скорее всего, его непосредственно влияние на царя было небольшое, и даже в какой-то степени царя дискредитировали. Основной эффект этой истории для революции в том, что это первый выстрел революции. Потому что оказалось, что неугодное общественности лицо, приближенное к царю, можно просто убить, и ничего не будет от этого. То есть, таким образом, теперь недовольные царем не только речи говорили, но и кровь проливали. И крови впереди будет еще очень много.